Приветствую вас! Исходя из того, что вы написали, я думаю предположить, что вы не были с мужчинами, то есть у вас не было отношений, вы вообще к себе мало кого подпускали, ну и в принципе, наверное, мало кого подпускаете до сих пор, потому что вы по-прежнему одно сейчас. Вот. И соответственно, возможно, вы считали тогда, что мужчины вам не нужны. Здесь ситуация такая, что, ну, может быть, у вас сложные отношения с отцом были, может быть, вы были с мамой только, то есть не было возможности почувствовать себя женщиной и не было хорошей модели поведения перед глазами именно женской. Вот. В любом случае, так или иначе, вы одна были и есть. И, наверное, вы считали, что, ну, в глубине души, вы считали, что мужчины, мальчики вам не нужны. вам нравилось быть с подругой, с теми, с другим вы были, вас это вполне устраивало, возможно, даже нравился этот крестовый поход против мужчин устроиться. Но, тем не менее, тем не менее, в глубине души вам любви-то хотелось все равно. Любви хотелось, ласки хотелось, мужского внимания хотелось, возможно, даже хотелось подширствовать себя женщиной, побыть слабой, может быть, потому что, как правило, за тем, что скрывается у хулиганов, таких бунтарей, как правило, скрывается за этим достаточно ранимая личность, и, соответственно, вашей потребностью в этом никто не отменял, ну, в том, что вы хотели быть мужчиной в глубине души и хотели любви. Значит, и этот мужчина был единственный в школе, кто проявлял к вам внимание, то есть кто не видел в вас какую-то, такую, знаете, лютую хулиганку, да, которая сама как мужчина, и которой мальчики, ну, вообще не нужны. Вот. То есть, вероятно, он единственный, кто, может быть, видел в вас, ну, девушку. Вот. И, соответственно, я полагаю, что это вас всегда в глубине души строгало очень сильно. Ну, да, и для того, что подруга, ваша подруга его любила, да, он был дорог для нее, то из-за этого вы наложили на него табу. То есть он не ваш, он подруге и все. Вот. Ну, а потом, когда подруга вышла замуж, соответственно, вас здесь чувство получили возможность проявиться. Вот. И, собственно, вы начали на него скучать, потому что вы единственный, кто видит вас, по вашему мнению, видит вас, девушку. Соответственно, соответственно, это называется идеализатор. То, что вот... вы описываете. И если это идеализация, ну, действительно, если это идеализация, то, на мой взгляд, вам нужно, ну, скажем так, завершить ее, завершить целостность образа этого человека. А для этого нужно, чтобы вы, значит, с ним встретились, пообщались, чтобы вы попробовали сблизиться. И либо вы увидите в нем обычного человека, обычного, который ничего не значит для вас. Вот. Либо вы расстроите в нем его чувства к вам, и у вас начнуты отношения. В любом случае, я думаю, что вам само нужно предстать его идеализировать. Либо, как вариант, здесь, понять, почему вы скучаете. То есть не почему вы по нему скучаете, а чего вам не хватает. Вот именно, именно не хватает вам чего. Что вам нужно? Ну, может быть, у вас сейчас подруг стало меньше, и за это появилось время скучать. Может быть, может быть, ситуация такова, что вы увидели, что все они с подругой, я имею в виду. Ну, там, быстро замуж, у них уже дети, а у вас, например, никого. Но, может быть, вы стали чувствовать себя одиноко через силу. Понимаете? То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, это все очень важные вещи. И с этим тоже нужно определиться, конечно. Потому что, если вы хотите быть свободны от этого, ну, от этого чувства, что мне кажется, что в первую очередь нужно проанализировать свою собственную потребностную сферу, а во вторую очередь необходимо, значит, все-таки завершить образ, вот, мужчину. То есть, чтобы вы, ну, чтобы вы перестали идеализировать его, перестали хотеть быть с ним и так далее. Вот, это, понятно, практически невозможно. Невозможно вот так, на расстоянии. То есть, именно на расстоянии, да, это невозможно. Ну, просто потому что, главное, если будет его деидеализировать. Вот. Деидеализация, она, если деидеализировать искусственно, да, так, ну, через психолога, то деидеализация, она будет униестественной и будет временной. Вот. Поэтому наиболее эффективное то, что вы можете сделать именно с психологом, это скорее увидеть всего, чего вы хотите, увидеть свою нужду, увидеть свои потребности. Вот. Вот. Это действительно важно. А что касается именно его, то тот момент именно такой. Если вы встретитесь с ним, то даже будет о чем поговорить, если встретитесь. Далее. У нас есть правильно ли вы поступали? Я бы не сказал, что вы поступали именно правильно. Я бы сказал, что вы поступали единственным образом возможным для себя. То есть, у вас не было другого способа. У вас не было другого способа. Сейчас на сердце. Ну, поступить. Кроме как вот. Только этот. То есть, в этот момент вам, вам в контакте подруги, не предполагалось ничего другого, кроме как не реагировать на этого человека, потому что иначе с подругой вы бы, ну, дружбу, скорее всего, прекратили бы. А это было недопустимо. Ну, недопустимо для вас. Поэтому я думаю, что вы поступили не только правильно, вы поступили так, как могли. Вот. Это, скорее, вот, будет, ну, наиболее адекватной позиции. Вот. Дальше. Значит, как быть? Ну, вы пишите, что делать и как быть. Я вам на этот вопрос ответил. То есть, не очень понятно, зачем вы дублируете вопрос, то есть, что делать и как быть. Это, по сути, синонимы. Да? То есть, как вам быть? Как вам быть? Ну, и, опять, в свою потребностную сферу, и то, почему вы включаете, можно разобраться, в принципе, в индивидуальной работе. Вот. Образ можно попробовать закончить. Именно закончить образ молодого человека. ваш, ну, как вы его видите. Вот. Это, тоже можно, можно сделать. Вот. Обрат, что, готовы ли вы? И, хотите ли вы этого? Вот. Если вы работаете, я думаю, что подводить себе пару консультаций вы вполне можете. Вот. Ну, я, естественно, вас не принуждаю, да, я просто скажу, что это был бы самый лучший вариант. Вот. но вы можете и сами достаточно легко обратить внимание на то, почему вы по нему скучаете, то есть, что именно это, это в чувствах такое. Вот. как вы, как вы хотите, что вы хотите. Так? Ну, так просто, что вы хотите. Вот. если говорить о, ну, о нравом человеке, что вы хотите для него конкретно. Вот. Здравствуйте. Вот. Если бы можно было бы сейчас, если бы можно было сейчас, а ему, ну, как-то, дать понять, что вы и есть, а, если бы можно было, как-то, проявить свою активность по отношению к нему, к нему, как бы в этом взяли. Вот. Вот. Подумайте на эту тему. и, исходя из этого, вообще, в общем-то, можно говорить о том, что для вас важно. Понимаете? Вот. Вот так, в принципе, я думаю, думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!